Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Наш сегодняшний гость – замечательный доктор, руководитель крупнейшей больницы региона. Знакомьтесь. Владимир Алексеевич Бугаков – главный врач Гомельской областной клинической больницы. Родился в 1959 году в Молодечно. В 1982 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. Интернатуру проходил в Гомельской областной больнице. В 1983 году поступил на работу врачом-хирургом в Гомельскую больницу скорой помощи. В разные годы возглавлял коллективы Гомельской городской клинической больницы номер 3 и Гомельской центральной городской клинической больницы. В нынешней должности – с 2014 года. На вопросы, которые касаются деятельности областной клинической больницы, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер – плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Очень рада видеть вас у нас в гостях. Но прежде чем мы начнем диалог, предлагаю коротко познакомиться с некоторыми важными событиями, которые ожидаются в регионе на этой неделе. В кампании по выборам депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва наступил самый активный этап – предвыборная агитация. Претенденты ведут борьбу за голоса избирателей. На этой неделе начинаются выступления на радио и телевидении. Среди других способов – публикации в газетах, встречи и уличные пикеты. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. На этой неделе в Гомельской областной клинической больнице пройдут мероприятия в честь 75-летнего юбилея. В частности, к нему приурочена областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицины Гомельской области» в программе «Доклады ведущих специалистов» и «Мастер-класс». В рамках городского этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» учащиеся Гомельского государственного машиностроительного колледжа представят компьютерную игру «Однажды в армии» в проекте множество мини-игр – гонки на танках, экзамен на краповый берет, стрельба и единоборство. В пятницу, 25 октября, в Гомеле будут обсуждать проблемы и успехи развития велосипедного движения в городах. Круглый стол состоится в рамках проведения третьего международного форума про ровар. В этом году местом его проведения выбран Гомель благодаря активности развития велосипедного движения в нашем областном центре. Гомельской областной больнице на этой неделе 75. Владимир Алексеевич, Вы впервые переступили ее порог почти 40 лет назад еще студентом. Расскажите нам, пожалуйста, как начинался Ваш путь в медицине и когда пришла уверенность, что хирургия – это Ваше призвание? – После окончания в августе месяца лечебного факультета Гродненского государственного медицинского института мы с женой приехали на теперь уже родную Гомельщину. Начали свой врачебный путь. Она врачом-офтальмологом, я врач-хирург. Основная цель нашего приезда, конечно, сюда была – это освоить, погрузиться в эту профессию. Я с удовольствием, если позволите, вспомню тех людей, которые у меня встретились с самого начала жизненного пути. Это наши гомельчане, профессионалы, специалисты высочайшего класса, главный хирург Касим Иван Маркович, главный хирург Гомельской области Петр Владимирович Горностай, Казущик Леонид Алексеевич, Виктор Филиппович Анискевич, Подъелец Владимир Федорович. Это люди, которые могли многому научить, потому что были профессионалами высочайшего класса. Ну и люди с широким кругозором, с богатой внутренней культурой. Поэтому мне просто повезло. Я думаю, что в хирургию не приходят. Случайно это действительно должно быть делом всей жизни. Это очень осознанный выбор, это показатель очень большой внутренней силы. А вот помните свою самую первую операцию? Было страшно? Ну, конечно, конечно, первые впечатления, первые дела никогда не забываются. Основной профиль моей работы – это хирургия желудочно-кишечного тракта, экстренная и плановая помощь людям, страдающим данными заболеваниями. Конечно, первые шаги помнятся. Что это было? Кто это был? Помните пациента вашего? Помню, помню. Страшно? Ну, ответственно, конечно, волнительно. Здесь какое-то есть. Ну, вы знаете, что я хотел бы о чем сказать? Как-то в нашей среде не принято, так сказать… Признаваться? Не то, что признаваться. А это… Поэтому я, может, отошлю наших телезрителей. Есть художественные произведения, в которых очень красочно описано. То есть мы можем себе представить чувство молодого хирурга. Ну, правильно, сейчас же интерны смотрят, им-то зачем знать. А самую сложную свою задачу помните? Ну, конечно. Что это было? Расскажите. Потому что я думаю, что у хирурга, как у любого мастера, есть какие-то привычные, ежедневные, ну, практически рутинные задачи. А есть то, где в себе, наверное, немного сомневаешься, сможешь или нет. Ну, для этого работает команда. Конечно, должен быть лидер в этой команде, но работает коллектив, который вовремя может и подсказать, и где-то не взять ответственность на себя, но разделить эту ответственность. Да, у вас действительно есть такой коллектив, и мы еще подробнее об этом поговорим. Люди в вашей профессии ежедневно сталкиваются с вопросами жизни, смерти. Всегда нам далеким от этого действия, которое разворачивается в операционных, интересно. А были случаи, которые трудно объяснить логически, которые как-то вот за пределом, может быть, ваших ожиданий или понимания происходящего? Что-то такое было? Я думаю, каждый специалист, который занимается нашей профессией, он счастлив по жизни, потому что мы сталкиваемся и с таким человеческим... Когда человек выздоравливает, и в этом какая-то есть твое участие, когда есть возможность помочь где-то даже в безвыходной ситуации, конечно, это запоминается. К сожалению, мы сталкиваемся и со сложными ситуациями, с которыми надо и переживать, и сочувствовать рядом стоящему человеку. Но это внутренний мир такой специальности, нашей специальности. Конечно, случаи были разные, но давайте мы об этом поговорим, может быть, в следующий раз. Владимир Алексеевич, сложно совмещать практику хирурга и работу администратора. Бывает ли так, что ваши приоритеты как врача и как руководителя учреждения и коллектива могут пересекаться или противоречить друг другу? Ну, о противоречии вообще речь не может идти. Ну, я вот, такое есть выражение, найди себе любимую специальность, и ты не будешь работать ни одного дня. Ну, так, я думаю, что телезрители поймут вот это выражение. Я сюда приехал, как я уже сказал, осваивать хирургическую специальность, но получилось так же из расставлять приоритеты, что мне пришлось овладеть второй специальностью, это специальность организации здравоохранения. Вам очень много пришлось руководить, да, ни одним учреждением, ни одним коллективом. Ну, я хочу сказать о том, что вот много связывает, наверное, хирургическую специальность и специальность организатора здравоохранения. Тому подтверждение не только на нашей родной Гомельщине, но и в целом в республике. Много руководителей, выходцы из хирургических школ. Я с удовольствием могу вспомнить сегодня в студии наших коллег, которые являются оперирующими, активными хирургами. Вот рядом с нами, плечо к плечу, главный врач областной клинической специализированной больницы Крот Степан Яковлевич. Долгое время работал хирургом, главный врач больницы скорой помощи, заслуженный врач Республики Беларусь Николай Николаевич Кишко. Настоящие профессионалы, тоже как в своей специальности хирургической, так как организаторы здравоохранения. Наверное, что-то есть общее, какие-то черты. Поэтому, ну, здесь я бы хотел вот о чем сказать. Надо очень правильно оценивать, критично оценивать результаты своего труда, тогда легче будет организовывать труд своих коллег. Владимир Алексеевич, наши корреспонденты, конечно же, побывали в областной больнице, пообщались с пациентами, поинтересовались их впечатлениями. Люди нам рассказали о том, как они себя чувствуют и отозвались и о персонале, и о лечении. Давайте послушаем. Отношения персонала и само лечение, все очень даже хорошо. А питание? И питание хорошее тоже. Ничего плохого сказать не могу. Отлично. Все хорошо, все приветливые, все заботливые. Ну, медперсонал есть медперсонал. Свою работу знают. Медперсонал очень хорошее отношение. Хорошо относятся, спрашивают, если что-то где-то нужно. Постоянно интересуются. Ну, заботливый очень персонал. Ну, ничего плохого не могу сказать. Очень вежливый, все культурный. А само лечение качественное? Конечно. Я вот попал, получается, я с московской клиники, переехал сюда домой, в Беларусь. И там относились ко мне, ну, меньше, как бы так, как будто я не существовал. А здесь ко мне относятся очень положительно, хорошо, интересуются, как здоровье. Поскольку я замдоктор, я знаю, какая помощь оказывается. Молодцы, ребята. Работает я в урологии, в урологическом отделе лежу. Хорошо. Работает хорошо. Очень хорошо относятся. Ну, я хочу сказать, весь персонал очень к нам относится дружелюбно. Ну, я хочу сказать, нет грубых отношений, там каких-то к нам. И что не попросит, безотказно выполняется. Все как надо. Все вовремя. Тихий час, все как надо. Десять отбоев. Все отлично. И замечаний нет? Нет, никаких нет. Очень внимательное отношение. И врачей, и особенно медперсонала. Что медсестры, что санитарки помогли. Без вопросов помогают. Я лежала в нейрохирургическом отделении, поэтому после операции осталась довольна. Я, как вот мать дочери, которая лежала там, с самого начала очень довольна. Как приняли, как быстренько все оперативно было. И какое отношение медперсонала к больным прекрасное. Лечение не заканчивается, когда хирург снимает перчатки и халат. Все только начинается. И лечит, конечно же, не один врач, лечит команда. Владимир Алексеевич, как удалось подобрать такой коллектив, о котором, это был не монтаж, всех, все мнения выдали в эфир, о котором люди с таким теплом, такой благодарностью отзываются. У нас в нашей медицинской среде есть такое понятие. Лечит врач, а излечивает медсестра и санитарочка. Большинство сотрудников среднего звена, я, наверное, имею право сказать, не только в областной больнице, но и в других лечебных учреждениях. Это специалисты высочайшего класса, специалисты первой и высшей квалификационной категории. Люди далеко не случайные в нашей профессии. А в областной больнице очень хорошо поставлено, в том числе и наставничество. Вот с этого года такая интересная форма работы мы изобрели. Заключаем прямые договора между старшим товарищем и обучаемым специалистом. И там прописаны меры ответственности и обязательства обеих сторон. Я думаю, что это играет свою положительную роль. Определенно профориентационная работа ведется среди выпускников наших школ. Ну и я не могу сегодня не сказать и не отметить роль Совета медицинских сестер. В больнице его возглавляет главная медсестра нашего учреждения Алла Васильевна Пырх. Это человек, который работает на одном месте рабочим почти 40 лет. Из них 20 лет она является главной медицинской сестрой учреждения. Поэтому вот это слагаемое от такого дружного и ответственного коллектива. Накануне замечательного юбилея 75-летия об истории больницы и ее настоящем мы подготовили сюжет. Вообще у Гомельско-областной больницы могло бы быть несколько дней рождения. 1913 год, когда на улице князя Паскевича, теперь Комиссарова, была построена Земская больница. После революции реорганизована в Первую Советскую. 1939 и 1941, когда открытие областной больницы предусматривалось соответствующими постановлениями ЦИК БССР по Гомельской области. Однако реализовать задуманное получилось только в 1944-м. Именно тогда Первая Советская получила статус областной. Эти лестницы еще, наверное, помнят первых врачей и первых пациентов. Впрочем, в наши дни областная клиника находится в совсем другом месте – на улице братьев Лизюковых. Сегодня учреждение здравоохранения Гомельско-областная клиническая больница – крупнейший многопрофильный стационар в регионе, оказывающий высоко квалифицированную специализированную медицинскую помощь жителям Гомельской области и иностранным гражданам. Ежемесячно в операционных проводятся около тысячи операций, в среднем по 30 каждые сутки. Примерно каждая восьмая из них относится к категории сложных и высокотехнологичных. Впрочем, хирурги не только оперируют сами, но и учат этому других. Сегодня по инициативе Министерства здравоохранения прорабатывается вопрос о реализации пилотного проекта по созданию на базе Мозорской районной больницы первого в стране межрегионального хирургического центра, где будет оказываться помощь жителям нескольких районов. Без поддержки гомельчан реализовать эту идею невозможно. Однако, если всё получится, белорусская медицина может стать совсем другой. В Мозоре полноценные отделения. Там есть отделение экстренеплановой хирургии, есть отделение гнойной хирургии с полностью укомплектованным штатом. Отделение травматологии, которое выполняет операции по эндопротезированию суставов, отделение урологии, лороотделение. Есть подготовленные нейрохирурги, есть подготовленные сосудистые хирурги. То есть база у них более чем мощная, которая может оказывать помощь всему региону. С этого года на базе областной больницы жители региона начали получать новые виды медицинской помощи. Здесь открылось новое отделение – хирургическое таракальное, которое ранее располагалось на базе областного туберкулёзного диспансера. Перевоз в стены клинической больницы был продиктован гораздо большими техническими возможностями по использованию современного диагностического и лечебного оборудования. Причём оказывать помощь приходится не только людям с рождёнными или приобретёнными патологиями, ожоги пищеводов, инородные тела в желудке и дыхательных путях. Люди часто ведут себя очень беспечно. Практически все врачи отделения владеют и рентгенологическими методами обследования, то есть самостоятельно смотрят, описывают рентгенограммы. Так и владеют эндоскопией, то есть в состоянии удалить инородное тело из дыхательных путей, из пищевода, оказать помощь пациенту с рубцовыми структурами пищевода. То есть когда пища перестаёт проходить, пациент обращается как с города, так и с области. Их всех привозят к нам, мы занимаемся бужированием пищевода. Время предсказать невозможно, когда случится беда с человеком, поэтому мы работаем в холосуточном режиме и всегда готовы оказывать эту помощь. Областной роддом – ещё одно структурное подразделение клинической больницы. Только в прошлом году здесь приняли почти две тысячи родов. В этом родилось ещё около 1800 детей. Специализация этого роддома – помощь беременным с высоким риском осложнений. 34% рождённых в Гомельской области недоношенных детей появляются на свет именно в этих стенах. Именно здесь первыми в области начали внедрять новые технологии, позволяющие на ранних стадиях выявлять детей с врождёнными патологиями. Аудиологические и офтальмологические скрининги у недоношенных детей в роддоме уже стали нормой. Здесь вообще положительно относятся ко всему, что может помочь молодой маме и её ребёнку. Мы приветствуем участие партнёра в родах. Посещение родильницы, новорождённых в послеродовом периоде, мужьями и мамами. Всё это способствует сближению семьи, более благоприятному течению послеродового периода. На момент проведения этих видеосъёмок сыну гомельчанки Марины Борисовой шёл всего второй день. Маленький Лев Андреевич тихо спал в кроватке, а его мама не скрывала своего счастья. Благодаря врачам областного роддома она во второй раз стала мамой. Мы очень безумно рады нашему появлению нашего славного ребёнка. Вот у нас второй мальчик. Первый тоже мальчик был. Очень рады второму мальчику. Безумно. Я желаю своему ребёнку, своим детям крепкого-крепкого здоровья, счастья по жизни. И также, пользуясь случаем, хочу поздравить всех матерей, всех женщин, чтобы им всегда говорили по жизни, что они самые-самые лучшие мамы. Потому что это самое большое счастье, когда ребёнок говорит своей матери, что «Мама, ты самая лучшая в мире». Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях главный врач Гомельской областной клинической больницы Владимир Пугаков. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, вам в вашу больницу надо санитарки или лифтёры-операторы? Как у меня уже есть диплом высшей технической школы, лифтёры-операторы. Я вот в поиске работы. Меня недавно сократили в третьем филиале в детской поликлинике. А я сейчас ищу работу. Вот я к вам обращаюсь. Спасибо большое за звонок, Владимир Алексеевич. Персонал нужен в больнице? Нужен, конечно, персонал. Давайте мы конкретный случай этот зафиксируем и тогда встретимся после эфира. Номер телефона оставьте, пожалуйста, редактору и встреча состоится. И, может быть, и работа тоже. Есть, кстати, такой вопрос, подобный на Вайбере. Ключевая фигура в больнице – это врач. Как в больнице обстоят дела со штатом? Можно ли сегодня устроиться, например, в хирургическое отделение? А врачи нужны или, в общем-то, укомплектованы? Потому что у вас 12 хирургических отделений. Областная больница укомплектована врачебными кадрами практически по всем специальностям. Но резюме прислать оставить? Резюме прислать, да. Резюме прислать можно, посмотрим. Больница начинала свою работу в самое трудное время для страны. Это были годы Великой Отечественной войны. И, Владимир Алексеевич, а вам довелось общаться с первым поколением врачей, вот тех еще ветеранов, которые, конечно же, пример для всех последующих поколений врачей областной больницы? Владимир, ну, в силу, наверное, возрастных, так сказать, различий, мне, конечно, с первым поколением врачей воочию не довелось встречаться. Я только слышал рассказы, легенды о этих специалистах. А вот, как сейчас модно говорить, в первом рукопожатии от того поколения, мне вот, к счастью, удалось поработать и видеть этих специалистов. Я с удовольствием пользуюсь вот сегодняшним эфиром. И в канун такого юбилея, как 75-летний юбилей Гомельской областной клинической больницы, я могу вспомнить специалистов, профессионалов, которые были лидерами и основоположниками целых направлений, не только в медицине Гомельщины, но в некоторых случаях и в Республике Беларусь. Вот Чешик Владимир Георгиевич, врачи-терапевты, заведующие отделением Лариса Григорьевна Синякова, Валентин Кузьмич Жюльеха, врачи-урологи Лебедев Анатолий Павлович, Борис Иванович Гришков, анестезиологи, реаниматологи Сверш Евгений Иосич, Михаил Филиппович Ковалев, легенда в целом в Республике Беларусь, это врач-автальмолог Федор Иванович Бирюков и наш травматолог, доктор медицинских наук Михаил Михайлович Дятлов. Можно было еще перечислять большое количество специалистов, но спасибо. Да, это сильная школа, и очень правильно говорить об этих людях в преддверии юбилея, потому что очень во многом то, что сейчас и какие достижения есть сейчас, это еще их заслуга. Их ученики работают. Ну а сегодня областная больница – это многопрофильный, многофункциональный центр, около 40 различных отделений, 33 тысячи пациентов ежегодно. Какие современные методы диагностики и лечения сегодня доступны врачам? Я могу с уверенностью сказать, что учреждение областная больница обладает всем спектром необходимых диагностических, лечебных методов и в полной мере соответствует статусу ведущего регионального центра медицинской помощи. За последние пять лет в соответствии с программой Гомельского областного исполнительного комитета закончена реконструкция зданий, сооружений, учреждения, открыты новые отделения и кабинеты. Приобретено современное диагностическое и лечебное оборудование. Только за последние полтора года линейка парк оборудования значительно пополнился в областной больнице. Я могу отметить, это современный артероскопический комплекс, много интероперационного оборудования, допустим, электронный микроскоп, системы навигации при производстве нейрохирургических операций, оборудование для малой травматичной операции, лапароскопическое оборудование, современное наркозно-дыхательное оборудование, ультразвуковые аппараты экспертного и высокого класса. И многое-многое другое. С открытием как раз недавнего нового теракального отделения больница стала действительно очень мощным хирургическим центром, потому что только хирургических отделений у вас 12. Скажите, пожалуйста, на врачей какого профиля сегодня приходится самая большая нагрузка? Ежегодно, мы говорили в эфире, в учреждении проводится порядка 15 тысяч оперативных вмешательств. Каждая четвертая из них относится к категории высокой технологии и сложных операций. Интенсивно работают врачи всех 12 хирургических специальностей. Очередности на операции нет. В том числе в связи с открытием второй операционной для отделения травматологии и нейрохирургического отделения номер 2. Допустим, травматологи увеличили число операций за последнее время почти в 3,5 раза. Говорит само о себе интенсивность работы и качество операции. Самые сложные операции – это на головном мозге и позвоночнике? Ну, они все относятся к категории сложным. Есть своя специфика, да, и в этих специальностях. Здесь можно сказать о том, что практически мировой уровень. Да, мне кажется, именно Гомельская школа нейрохирургии, она как раз в Беларуси очень хорошо известна. Да, известна очень хорошо. У нас два отделения нейрохирургии. Одно из них занимается заболеваниями и повреждениями головного мозга. Второе отделение занимается заболеваниями и повреждениями позвоночника. Вот аналогичное отделение есть в Беларуси только в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии. Приобретение медицинского оборудования мирового класса, формирование квалифицированной команды специалистов, внедрение современных методик лечения, диагностики, реабилитации позволило в короткое время значительно улучшить оказание помощи пациентам, жителям Гомельщины, ну и также жителям соседних регионов. Они с удовольствием приезжают к нам и пользуются с квалификацией наших врачей. Ну, не дай бог, конечно, попадать в такие отделения. Могу сказать по своему опыту, что приходилось навещать пациента, и что, несмотря на всю сложность ситуации, то, что это была операция, пациенты в палате в хорошем настроении, персонал средний с шуткой, с улыбкой, всегда готов поддержать. И как-то это все вот эту вот сложную, тяжелую ситуацию, которая могла бы, в общем-то, вызвать депрессию. Но все это сглаживает. Последствия человек ходит, слава богу, полон надежды и полон сил. Полное выздоровление, да. Большое спасибо всему коллективу. Вот среди тоже недавних новаций в этом году к вам из туберкулезной больницы переехала аллергология. Направление такое достаточно молодое, да, в медицине? Правда ли, что вот сейчас заболеваний подобного профиля все больше? Ну, по статистике нашей медицинской, статистике общемировой, это примерно 1% населения страдает различными проявлениями аллергических заболеваний. Ну, что касается Гомельского региона, это примерно около 15 тысяч. Ну, оно новое, но уже с богатой традицией это отделение, потому что счет идет на десятилетия. У нас есть школа хорошая, добротная школа врачей-специалистов, есть методики. Перевод отделения на базу областной больницы позволил, конечно, укрепить материально-техническую базу отделения, улучшить условия пребывания пациентов. В общем-то, весь спектр необходимых диагностических манипуляций и лечебные методики, они отработаны, и гомельчане могут получить эту помощь квалифицированной и на самом высоком уровне. То есть за определением аллергена, когда человек точно и не знает, на что у него аллергия, да, бывают же такие состояния, можно за диагностикой обращаться к вашему специалисту? Это прием, амбулаторный прием в поликлинике консультативной, а при необходимости любой человек направляться на госпитализацию. Ну, какими бы профессионалами не были врачи, если человек перестает учиться, то профессионализм уже под вопросом. А сегодняшний мир настолько технологичен и настолько быстро меняется, что успевать за всем достаточно сложно. Владимир Алексеевич, каким вы видите будущее больницы, что бы вы хотели развивать, приобрести что-то новое? Поделитесь, пожалуйста, своими планами, которыми можете. Значит, что я могу сказать, что особенность профессии врача и медицинского работника вообще требует, конечно, постоянной работы над собой, постоянного освоения новых технических методик и научно-практической работы. У нас есть такая форма обучения, как Белорусская академия после дипломного образования. Мы регулярно ее посещаем. Кроме этого, это работа в научно-практических конференциях, симпозиумах, которые проводятся не только в Беларуси, но и на территории нашего ближайшего и дальнего зарубежья. Это должно быть постоянной практикой любого специалиста. Роль областной больницы на сегодняшний день и на ближайшую перспективу, я думаю, что и на отдаленную перспективу, она все равно останется ведущим центром по оказанию высоко специализированной помощи. Наша основная задача на сегодняшний день и на будущее – это делать все возможное для того, чтобы приблизить эту помощь к нашему населению, ликвидировать, если где-то есть какие-то узкие места. Да, конечно, квалификация специалиста в областной больнице. Высокая культура медицинского обслуживания – это за этим словом тоже стоит целое направление работы. Да, и это очень важно, это то, о чем люди говорят, что в вашем коллективе чувствуешь себя немножко лучше. Вот, кстати, хотела бы эту тему развить. Вообще, попадая в больницу, человек, конечно же, слаб, напуган, беспомощен. Мы боимся боли, мы боимся за свое будущее, если предстоит операция. И медицина все-таки, она травматична, да? Она болезненна, и диагностика болезненна, и лечение болезненна. А оперативное вмешательство, ну, вообще не приведи Господь, это очень страшно. Как вы думаете, когда мы уже сможем увидеть другую медицину, которая малоинвазивна, которая в первую очередь направлена на то, чтобы пациенту было комфортно, чтобы было не больно? Вот вы говорите о том, что стремитесь к этому. А что в реальности происходит? Как-то меняется ситуация? Конечно, ситуация меняется. Мы как специалисты это видим. Ну, и те пациенты, которые сталкиваются на сегодняшний день, могут это подтвердить. Потому что, можно сказать, что мы присутствуем при каком-то технологическом взрыве в медицинской практике, в хирургической практике. Это развитие малотравматичных, щадящих технологий. Это не только хирургия речь идет, и травматология, кардиология. Развиваются диагностические комплексы. Это и будет совершенствоваться дальше. Ну, к большому сожалению, надо сказать о том, что это не дешевые методики. Но на сегодняшний день государство находит все возможные, все возможности для того, чтобы мы имели это оборудование и широко его применяли. Это вот одно направление. То есть развитие малотравматичных технологий. И этот процесс не остановим, как прогресс. Он будет развиваться и дальше, в других отраслях медицины. А второй момент, это, вы правильно отметили, Ольга Владимировна, это борьба с болью. Конечно, вот идет параллельно оказание медицинской помощи, где-то вот пересекается. Конечно, у пациентов все время происходит, имеется чувство страха к специальности. Но это тоже одно из направлений, потому что я с уверенностью говорю о том, что приобретение современного оборудования и та фармакологическая линейка, которая есть у нас в практике на сегодняшний день, если не полностью убирают этот болевой компонент, то на порядок его уменьшают, а может и на несколько порядков. Это очень хорошая новость. Очень бы хотелось от страха перед врачами, перед белыми халатами, конечно, чтобы мы избавились окончательно. Владимир Алексеевич, поднакопились вопросы у нас на вебере. Давайте уделим им внимание. Здравствуйте. Видели сюжет о проведении приемов врачами областной больницы в разных районах. Где можно найти график на ближайшие месяцы? Существует такой график? Да, существует этот график. Он утвержден главным управлением здравоохранения Гомельского област полкома. Значит, мы практически... Плановые выезды осуществляются практически ежемесячно в районы Гомельской области. Каждый район имеет информацию о том, когда приедут врачи в виде приходного метода обслуживания населения в тот или иной район. Ну и по мере необходимости вот эта организационно-консультативная помощь районов по заявкам районных организаций. Конечно, наши специалисты выезжают по мере необходимости. То есть не вы составляете график, а вы отвечаете на запрос из района? Да? Так получается? Ну, график есть, да. Но районы могут и заказать. А он где-то размещен, этот график? Чтобы вот люди знали, примерно в какое время и сориентироваться. Ну, хороший-хороший вопрос, наверное, да. Мы возьмем это на заветку. На сайте, достаточно неплохой сайт, кстати, в областной больнице, чтобы обязательно там размещали эту новость. Пациент вызвал скорую, ему предлагают госпитализацию в городскую больницу. А если он не желает, почему скорая отказывается везти в областную? Вот этот вопрос, кстати, с тем, куда везет скорая, он всегда людям интересен и порой вызывает недоумение. А здесь, вот вы же знаете, да, наверное, эту структуру? Куда везет скорая? Конечно. Оказание неотложной помощи, оно регламентировано нашими внутренними приказами. И эта практика отработана уже не один год. Оказание профильной экстренной помощи населению. Здесь должны быть задействованы и городские стационары, конечно, и областные стационары, в том числе и Гомельская областная больница. Мы дежурим, допустим, по травматологии. Нет, не только травматологии. Мы дежурим по, я скажу так, по многим врачебным должностям практически круглосуточно. И городскому населению в том числе оказывается медицинская помощь. Но существует график работы скорой помощи, поэтому здесь желание пациента с одной стороны, и возможности наших организаций учитываются с другой стороны. Ну да, значит, не так все плохо еще у пациента, если он еще имеет какие-то желания и может о них сообщить. Уже маячат впереди сезон заболеваний. Как защищаетесь от вирусов сами? Прививку от гриппа рекомендуете сделать? Конечно, это универсальный способ для того, чтобы избежать вот этого крайне, в других случаях, крайне опасного заболевания. Прививаетесь, да? Конечно, коллективу тоже рекомендуется прививаться. Конечно, и коллективу прививаются, да. Ведется ли на базе отделения больницы внедрение передовых научных разработок? Ну, в общем-то, об этом мы говорили, да? Да, да, это постоянная работа наша. Живу на проспекте Октября рядом с областной больницей, а плановую операцию на коленном суставе предлагают сделать в Костюковке. Абсурд. Ну, это не Костюковка. Смотря о какой операции идет речь, если надо конкретно говорить. Конкретно. Может, давайте мы оставим координаты, мы можем посмотреть эту ситуацию, да? Да, разберемся. Правда ли... Так, сейчас потеряла. Правда ли, что большинство хирургических операций выполняется сейчас с помощью лапароскопа? Ну, это работа постоянная. И спектр этих операций, конечно, увеличивается. Общихирургической практики, гинекологической практики. Вот я рассказывал о работе нашего нейрохирургического отделения номер 2. Это практика, да. А нейрохирурги тоже могут не вскрывать, а как-то пробраться к интересующей области немножко более щадяще, да? Ну, более щадяще, да. Есть определенные методики, которые человек на следующий день встает и... Вот это, конечно, большое достижение, когда можно серьезно от человека не полосовать и лишних проблем не создавать. Вообще, время такое, что сегодня и больницы вынуждены зарабатывать, а есть и платные услуги у областных больниц. А какие самые популярные? Ну, диагностических исследований, конечно, пользуются спросом, потому что большая разрешающая способность. Это наши высокие технологии. Компьютерная томография, магнитная... Да, диагностические процедуры. УЗИ, ряд эндоскопических исследований. У нас в областной больнице очень широко используется диагностика неврологических заболеваний, электроэнцефалография, электромиография. Из лечебных манипуляций популярны это косметологические услуги, косметологические операции, современные методики оперативного лечения варикозной болезни, широко распространенные заболевания с использованием лазерных аппаратов и операции на позвоночнике с использованием импортных материалов. Владимир Алексеевич, как хирург вы, конечно, должны сохранять хорошую физическую форму, потому что это, конечно, колоссальная нагрузка на организм и колоссальное напряжение в ваш рабочий день. Я себе могу только представить. Что делаете, чтобы оставаться в хорошем здравии и сохранить здоровье? Поделитесь. Есть секреты? Больших секретов нет. Они все лежат на поверхности. Во-первых, надо сохранять физическую активность в любом возрасте, особенно в молодом. Это банальные вещи, я ничего нового не скажу, но надо просто найти для этого время и заниматься это регулярно. Физическая активность, отказ от вредных привычек, рациональное питание, здоровый сон. И, конечно, надо уделять себе дорогому и любимому внимание, надо хотя бы раз в год проходить обследование, где-то минимальное, где-то расширенное, для того, чтобы не поддаться на удочку каких-то скрытых заболеваний. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Спасибо, Ольга Владимировна. Примите поздравления. Пока еще, наверное, рано, но все же поздравляю. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо. Главный врач Гомельской областной клинической больницы Владимир Бугаков был сегодня у нас в гостях. Я благодарю вас за внимание и будьте здоровы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok